всем привет ребята мы вышли в нашу вот такую вот суровую погоду погулять на улице уже сколько время даже сейчас не знаю но я сейчас если что скажу еще сколько время а на улице светло просто капец и мы собрались сейчас пойдем немножечко круголя дадим прогуляемся у нас спереди соседи почистили снег и у нас на траве тоже там немножко почистили тротуар короче чисто я им помогает они нам короче знаете так меняемся и спереди я сейчас посмотрел там где-то сантиметров 30 снега уже было насыпало обалдеть вот он нас засыпало это просто корол ты где-то снегурочка моя просто капец на улице сейчас вообще не холодно я тебе еще заставлял куку в туалет не одела орал да лишь как переживая а ты не захотела куртка то теплая но все равно я думал что-то будет прохладнее на улице оказывается ветра нету и наступила на нее вы посмотрите какая у нас зима вот скажите мне пожалуйста друзья как можно вот так вот вот чтобы это было сколько мы здесь живем вот в этом доме что там вот мы заехали вот этот мотоцикл здесь вот так стоит я короче немножко прохладно сыпит вовсю вообще уже это второй третий день третий кто-то в кого-то уже третий день ребята идет снег просто не переставая смотри там уже когда мы построили надо будет зайти посмотреть что они там понастраивали но сегодня так вот у нас просто ребята вышел с вами вышел с на день и взяли вас с собой на прогулку вот этот дом уже продали тоже очень некачественно построенный дом если бы эти люди знали как это дом построенный они его бы не купили бы ну не знаю это то что я видел снаружи здесь как бы все некачественно строят обалдеть я в я над шоке сколько снега но ты иди по моим следам и я-то вон в каких этих скороходах показать хочешь чтоб я покажу ну стой ну стой какие они у тебя ты прям снегурочка у меня такая а я дед мороз я иду вон смотри ты за по моим следам давай топать у тебя хорошая обувь ты сказала там зачем ее нести там вон канадцы сидят канадцы вон сидят в этой лишь там свет горит у них в ванне этой горячей ванне ребята хатап называется надя на улице минус 15 градусов она не бежит по бетону она по снегу это собака отпусти ее ну так еще бы она конечно будет дрожать чтоб ее на на руки взяли так ребята чем рассказать в эту суровую зимнюю суровый зимний вечер они в принципе я вот иду снимаю на телефон даже без без перчатки вот они одетая другая нет и на улице не холодно ветра нету жди меня жду тебя жду надюха знаете что хочу вам рассказать ребята наш бобик сломался наш пилотик во первых сначала он обоссался у него антифриз немножко потек но вроде перестала я добавил не знаю не видно где я уже в том году было так немножко летом я не нашел где она в чё было а в этом году суровые морозы были он выдержал а вот позавчера короче он пришел ему лозы первый чем из лёха прочитали первый четвертый цилиндр мисс фаер у него гуляем гуляем ребят здесь вот стройка идет такого большого дома обязательно когда его будут когда он будет готовый надо будет зайти посмотреть его на у этого чирика всегда другая машина стоит постоянно у него другие машины через насколько вот я гуляю себя вижу не у другие тачки какие-то стоят она чё без номеров это белая ли он их продает или чё этот дом большой ночь надо будет смотреть его интересно же обязательно зайдем глянем вот все вот она она тянет она не может короче вот меня тянет как овчарка какая-то надо чуть стороне она за ней все вот сейчас вот ветерок начинается так слегонца и пальцы начинают мерзнуть а ага дубе и цели что творит а за тобой сразу тянет намело кругом я тебе дам вот этому хозяину дома например вот как стрёмно это сколько ему тротуара надо чистить это с этой стороны надо ему чистить из дома спереди тоже надо ай-яй-яй чё руки замерзли гонать среди как машины замело это вообще уже давно не выезжала никуда а у меня пальцы замерзли чё молчишь я записываю я записываю тебя ты стоишь тогда и молчишь ты какая тишина вот тихо только тихо карет потопали дальше дороги вон как заезженные с этим сугробы прям снега ой-яй почему у нас такое не было зимы надо на это на крисмас да лина хотелось на крисмас чтобы так выглядело снег уже в этом году что выпал этот очень долго продается он надо уже продается я не знаю очень долго прям я не знаю они уже его видишь продают через римикс блин он больше даже чем полгода продается больше да 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 больше и никак не уйдет бывает на одной лапу под подтягивать какие сугробы на прыгать лапа замерзла на меняет смотри тут вот айлин подружку живет большой дом они все купили два дома продали один купили бабка продала свой дом в деревне они свой продали здесь и купили один большой дом хо 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 да уже это уже на следующий год хо 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 калька в калка в калка в калка топаем топаем ребята немножко еще ребята почистил снег крылечко убрал знаете спереди в дом даже не заходим я не помню когда спереди дома так вот с работы на работу что-то уходил вообще с задней дверью только пользуемся постоянно но на милой я тебе дам здесь что-то соседи он играли 30 сантиметров снега изи метет и метет мы через неделю плюс 10 будет стоит следующую пятницу у нас будет ветер короче включат вентиляторы и все это дело расставить на домой забегать пальцы нужно тоже так чё мы уже дома еще под вечер у нас вон дела на кухне видите на него уже согрелась все я домой зашел у меня аж пальцы так знаете когда они очень крестко замерзнут аж аж ломит по так думаешь блин как это холодно да ну ничего все на улице почистили мы погуляли и еще он видите чем мы делаем сейчас покажу а то я думаю по-любому будете так немножко спрашивать да чего тут делать я не знаю наверно это называется мариновать капуста я увидел в тик токе одна там делаем не понравилось мы уже пару раз делали заходит на ура капуста нарезали как хотите ее мелко крупно как кому удобно морковка красный лук халапенис чеснок лук давно сказала лук чеснок халапенис и закипятить надо вот такую вот настойку здесь что у нас вода масло сахар соль уксус все это закипятить по банкам разложить и сутки стоит завтра в принципе уже можно кушать кипятком заливаешь слоями закладываешь наверх перец посыпал или перец горошком донать перец горошком и лавровый листочек и заходит на ура вот так все это дело ребята выглядит запечатали за запрессовал залил ну и все и теперь кипятком залитая все банки аж горяченькие такие тепленькие скажем и все будет стоять завтра готова это че у нас у надюшки на кухне ручка рубрика на держите и валюшки на кухне ребятки всем привет валюшки и на девушки и у надежки educator кухне будут reveals те опию руке будут я спрашиваю плюшки будут валюшки надежки на кухне плюшки корочно да ребят вот такие вот дела прогулялись на улице у нас нет до сих пор ну-ка я вам покажу ой бай что-то сейчас мне кажется еще сильнее стало даже свет выключаешь не видно в принципе к ну не тет и метет вот зашел домой почистил крылечко его опять уже подсыпала короче на марьевну доброе утро ребята перед работой эту машину заводить опять насыпала эту машину заводить почистить от снега у нас 23 вроде как сегодня и завтра еще вот такой такие сильные морозы потом вроде потепление нет так ребята выглядит моя ласточка все засыпано снегу а ты бобик чувствуешь сломанный засыпано все за ночь так сейчас надо мне машину пробраться секунду сейчас я откину все это дело завезу машину а я моя ребята да что такое без нарезки вы короче со мной в процессе так я заведу машины и буду очищать от этого безобразие как говорится ой холодная ледяная так один раз качнуть стоять ну а теперь и пื่ бbone цири ее я имена я пай 1 раз там за стучала так ребят уже не перчатку надо одеть 2 вернуть ногу Морозит так неплохо, я вам скажу. Да, зимы не было, не было. И пришла. Фу, у меня катализаторов нет. Холодный этот выхлоп такой там, я тебе дам. Вот так вот, все, грейся. Машина подсоединенная, надо отключать. И пойду собираться дальше. Видно вам его? Беги, косой, беги. Побежал. Иди из дороги, е-мое. Ребята, на милой, я тебе дам. Смотрите, какие сугробы здесь у нас. Там чистят снег, вот все. Смотрите, сколько снега. Офигеть, да. Ай-яй-яй-яй-яй, вот дела. О, то на мило. Мужики уже там всю территорию очищают. От этого, от этой белой красоты. Капец. Е-мое, они вовсю работают, короче. Я тебе дам. Так, вы меня видите, мужики? Мне пройти дадите? Даёт. Видит. Пробегать надо быстрее, быстрее. Ой-ёй-ёй-ёй. Всё, thank you, guys. Вовсю здесь уборка снега. Так, ты меня видишь? Видишь? Здорово. Короче, да. Тропинки прочистили. Засыпано всё снегом, не на шутку. Всё, я захожу. Ребята, а чё это я еду и не снимаю? Вы посмотрите, какие дороги. Вот эти вот все, знаете, как эти? Зайтен-Штрассен, которые не главные улицы, так это назовём. Как по-русски, правильно, не знаю. Вон всё в снегу. Просто караул. Стоять, Валёк, машина едет. Вот это тут снега. Главные-то улицы все чистые, а вот эти, вы посмотрите. Видно, я не знаю, камера передаёт это или нет. Просто капец. Возле перекрёстков всё вот так накатано. Ну а главные улицы, да, они-то все чистые. Короче, как-то так. Да, да, снега у нас, я тебе дам. Ха-ха-ха. Смотрите, парковки, вон какие сугробы везде. Тротуары. Тротуары тоже, где если есть тротуары, они чищенные. Вот с этой стороны нет вроде бы тротуара, но там шёл какой-то, я не знаю, следы вон. То самое, не хочу, проваливался, видать. Ну а так, да. Ё-моё, снега. Ё-моё, ребята. Мороз на улице стоит. Сегодня ночью ещё что-то минус тридцатку вроде бы будет. А потом уже у нас потепление ожидается. Наконец-то. Ну получается, что, полторы недельки у нас тут морозики, можно так сказать, были. Вот так выглядят главные улицы. Я, между прочим, еду с работы, заезжал в магазин, спрашивал за эти ignition coils. Как это опять на русском называется? Сейчас я вспомню, вам скажу. Короче, везде очень дорого. Самое дорогое 96 долларов один. Мне их как минимум два надо. Самый дешёвый в магазине 81. Да, 96 и 81, да, всё правильно. А мы в интернете сначала посмотрели цену. Ну типа так, о, ну ладно, нормально, типа. Там от 30, 40 и 50 и всякое вот так вот, да. А тут теперь я думаю, ну ладно, значит и здесь такие цены, там плюс-минус десятку может больше. Ага, не тут-то было, короче. Короче, как-то вот так вот придётся заказывать. А я-то что хотел? Завтра это дело купить и отремонтировать машину на выходных. Ё-моё, блин, вот это попадалово. А пока оно придёт сегодня вечером, сейчас надо будет заказать в интернете. Завтра пятница, субботу навряд ли придёт. Как-то вот так вот оно, ребята. Стремноватенько немножко, я бы так это назвал, да. Ох, да. Еду Надю забирать с работы, если вы думаете, куда я еду. Да, на одной машине теперь вот сейчас пока эту брычку отремонтирую, этого Бобика. Ну ничего, справляемся, ничего страшного. Ничего страшненького. Как раз всё подходит, так более-менее всё по времени и просто надо немножко больше мотаться. Блин, ну всё-таки мне это обидно немного, потому что на субботу-то были планы на рыбалку ехать. А теперь Бобик-то не готовый, какая там рыбалка. Так, сейчас уже Надя выходит. Я пока в магазин забежал. И она уже сейчас через три минуты заканчивает работать. И тоже сразу выбегает. Как-то так, ребята. Как-то вот так вот оно. Нормально он себе спереди радиатор закрыл всё это. Коробками от Тим Хортенс. Кофе коробками. Ничего, норм. Работает. Так, ребята, короче, мне надо катушку зажигания. А у меня пропуск зажигания на третьем и четвёртом цилиндре. Вот в связи с этим, как бы, это первое, что стоило бы поменять. А там уже будет дальше видно, что и как. Надеюсь, проблема решится. Оно мне говорит, что пропуск зажигания на третий и четвёртый цилиндр. И ещё одна ошибка есть. Говорит, что рандомно, правильно, да, вроде на русском так говорится, рандомный пропуск зажигания. Но может быть, так как, что это на два цилиндра сразу показывает, то, может быть, эта ошибка и имеется в виду или третий, или четвёртый. Как бы вот так вот, да. Получается три ошибки. Третий, четвёртый цилиндр. И первая, вторая ошибка, третий, четвёртый цилиндр. А третья ошибка, рандомный пропуск зажигания на цилиндры. Может быть, вот третья ошибка имеется в виду, вот как бы вот так, да. Повторяюсь вроде, или получилось мне объяснить. Я-то что же, не механик, ребята. Ну-ка, где мои все диванные аналитики или там спецы механики сейчас мне разъяснят. Уже, уже, уже в двери дёргается. Не успел нажать на кнопку, тебя записать, как ты красиво с работы идёшь. Ой, извините. Не, ну я же виноват, не ты. А-а-а. Короче, чё, всё, отработала? А я иду такая вся, да? Нет, я думала, так жарко на улице. О, как вышло, думала, так холодно. Даже не выглядит так холодно, да? Нет. На улице-то такое солнышко, снег такой. Мы такие счастливые, что мы теперь можем выходить, и это небо, хоть солнце. Но, а то было затянуто, морозы были жёсткие. Ну, а то, чтобы тепло так не уходило от машины. Радиатор, чтобы там не охлаждался так сильно, видать, плохо может нагревается или ещё чё, из-за холода. Всё, домой. Ну, чё, чё, чё ты гавкаешь? Чё гавкаешь? А? Ай! Куда, куда? Здесь будет, никуда не убегай. Вот так вот, ребята, выглядит всё это дело. Наконец-то у нас закончился идти снег. Теперь хоть машину можно почистить. Сзади, вон, как замело, я только фары очищал, и всё. Просто капец. Да, аж на улице светло. Мы ездили последние дни. На работу уходишь, темно, с работы приходишь, темно. Всё, затянуто было. Снег шёл, и шёл, и шёл. Короче, как-то вот так вот. Всё, сейчас надо машину почистить. Так, сегодня я на улицу не пошёл чистить снег. Говорю Самин, сынок, ты не думаешь, что надо там почистить слегонца так чуть-чуть? Ну, вышел, убирается. Он пару раз убирал уже тоже снег. Но сегодня я думаю, ну-ка, давай, Самин, ты справишься тоже. Крылечко всё почистил, всё норм, всё пучком. Всё, задание сделал. А? Чё? Кто, ты? Айлин кушать сделала, Самин снег убрал. Всё, свои задания сделали, мама с папой могут сидеть и ничего не делать, да? Вообще супер. А мы можем просто быть на чиле на расслабоне, или что хочешь сказать? Да, вообще, нам не делали. Вообще, короче, такие дела. Мы пришли с работы, дома сделали порядки. Ну, давай кушай тогда, я уже голодный. Я был прекрасно нормал, чтобы жить. Давай, давай, всё, сейчас будем. Будем ужинать. А что у нас сегодня кушать? А? А я знаю, что у нас сегодня. Рис, рыба. А я сделала рыбку. Ой-ой-ой-ой. Смотри. Ой, щас, щас, щас. И вот, сделала. И грибочки. Ой, щас. Не жирно ли, а? Не жирно ли? А? Нет, заслужили. Заслужили. Алло, ну чё, замёрз? Замёрз? Да. Руки замёрзли? Нет. Бутсы нормально? Да. Всё, супер. Где? Шпас. Где блядь? Чай пьём, ребята, чай пьём. Вечерком, среди недели, только чай. Ещё один выиграл. Писали. Знаете такую игру, Fierge Wind? Четыре фишки надо выставить. Кто первый, тот выиграл. Сами любят со мной такое играть. Я сейчас с ним поиграл, я выиграл его сто раз. Угу. А я все могу. Он смотрит, я не могу его выиграть, но я часто проигрываю. Он, блин, смотрит, как этот, как этот, знаете. Как кто, блин, как он этот? Орёл. Глаза видят у него далеко. Кого? Не знаю, почему я так показал. Да. Чё, выиграл, мама? Мам, блядь. Я ж говорю, блин. Давай ещё раз, мама, ну-ка давай ещё раз, шпили-вили. Ребята, сейчас посмотрел немножко видео. Между прочим, заказал запчасти на машину. Будем ремонтировать. И смотрел немножко видео. Коллега по цеху. Со Скачевана. Он сказал такую цифру мне. Меня это немножко шокировало. Я немножко зашёл в интернет, я эту цифру не нашёл. По каким-то данным, в 23-м году из Германии выехало 1,2 миллиона людей. Вы можете себе такое представить? Как бы, насколько бы я не был бы поклонник того, что из Германии надо уезжать. Да, я так считаю. Я в такую цифру даже сам не верю. Как бы, на мой взгляд, я тебе дам. Это очень даже немало, да? Как бы, ну что-то, блин, как-то многовато, ребята. Какое? То, что туда приезжают люди эти, ну как бы, не иммигранты, да? То есть, не иммигранты приезжают, а беженцы. Это окей. А то, что из Германии уехало 1,2 миллиона людей, это как-то, я не знаю. Если кто-то такую цифру где-то прочитал, дайте мне, пожалуйста, статью. Мне интересно было бы по этому поводу тоже почитать. Немножко как бы, ну, блин, интересно всё-таки как-то, да? Да, ребят, короче, да, что же. С видосом буду закрепляться. Запчасти, как я уже сказал, заказал. Будем ремонтировать. Будем смотреть, когда оно всё придёт. И сразу займусь этим делом. На этом всё. Спасибо за внимание. За ваше здоровье. Вкусный горячий чайок. До следующего вида. До следующего видео. Привет из Канады. Всем пока, друзья. Пока. Ой, ты тоже здесь. Я играю. Свет такой, да? Смотри, мы такие какие-то румяненькие. Бледные. Бледные у тебя щуки красные. Чай, чай, чай. Это от чая? Всё, друзья. Всем пока.